Всем привет! Сегодня у нас будет видео такое, назовем, рожу ее немножко. Не все, видимо, понимают это. И здесь есть особенность менталитета, в частности, в Турции у турок. Вообще, мне кажется, эта история может подходить к разным странам, к разным вообще национальностям. И там, например, у меня где-то на родине тоже такое может быть и должно вообще быть. Но вот в Турции здесь вот так. Я сейчас про это расскажу. Например, прилетела и отдыхаешь в отеле, а турки быстро ко всем липнут. И вообще-таки все любвеобильные. Про любовь. Вот первое, смотрите, девочки, я объясняю саму причину. Почему липнут? Почему активны? Почему ты только переступила, например, порог аэропорта, и тебя уже в знаке внимания? Потому что ты иностранка. Расчет на легкие... Я буду говорить как есть, окей? Без каких-то там выискиваний правильных, красивых фраз. Они хотят легкого секса, который не получают, скорее всего, здесь. Потому что женщины, да, дают. Да, легкие есть, кто легко соглашается. Турчанки есть разные. Но в большинстве своем, в большей части, надо ее добиваться, чтобы это получить. Второе. Ты скоро уедешь. Это никакой ответственности. Никакого вообще ничего не нужно прилагать особо усилий. Это все легко. Алкоголь, солнце, приятное настроение. Это просто легко, доступно получить то, чего ты вообще в реальной жизни не можешь получить. Про это немножко потом поподробнее про не можешь получить. Поговорим. Третье. Никто никого не узнает. Они приезжают, как правило, в курортную зону работать. Они из рядом ближайших деревень, каких-то сел, частей других провинциальных страны и так далее. То есть они едут туда на заработки. У него семья, может быть, дети, жена, неважно. То есть это не от хорошей жизни, а здесь легко, доступно. И у себя, например, где-то в деревне какой-то, он этого явно не получит, потому что там все все видят. Там надо жениться или надо ухаживать, или надо какой-то капитал, какое-то наследство, или иметь деньги, просто тупо свадьбу сыграть, да, и что-то подарить. Золото то же самое на свадьбу. Вложений очень много надо, чтобы получить что-то заветное. А тут ты интересная, не такая, открытая, не такая, в смысле, как местные девчонки. Интересно с тобой общаться. Ни за что не спрашиваешь. Тебе купили парочку коктейлей, в уши попели про любовь, про, там, не знаю, отношения, и ты все такая вся верю. И он получил здесь на результате история. Поэтому они такие типа активные. Если вы приезжаете, например, в Стамбул, в Анкару, в Измир, вот так на вас липнуть мужики здесь не будут. Они здесь будут реагировать, если у вас будет такой ищущий взгляд, такой, сами будете глазками стрелять, реагировать будут. Им только дай повод. Но так, чтобы прям липнуть, приставать, там, блин, проходы не давать, в Стамбуле такого нет. Следующее. В зонах туристических еще, вот, например, в Стамбуле тоже, да, если мы берем что-то, типа, я говорю, не пристают особо, и разделяете личную симпатию и желание продать вам сувенирчик, желание продать вам баклаву. Вот это вот а-ля флирт такой, это тоже, кстати, из вот этой курортной зоны вся история идет. Ну, пофлиртуем, подмажемся, скажем, комплиментиком, у нас тут купят товар, например, да, то есть вот эти всякие еще заигрывания там с продавцами чего-то. Цель продать вам, не прям уж переспать уж, да, но цель вам что-то втюхать, выгода финансовая. А вы уже уши развесили, такой, ой, любовь, у меня там продавец в магазине со мной флиртовал. Да, не со всеми здесь иностранками, с турчанками не будут, и с местными не будут. У меня внешность, видите, я тупо иностранка тут вообще, надо мне всю жизнь, наверное, жить, чтобы оттурчаниться, но внешне, ну, прям волосы перекрасить надо, есть светлокожие, в принципе, турчанки, но за свое никогда все равно мой тип внешности славянские не сканает, да. Ко мне очень часто тоже так обращаются, типа, с подкатом и флир, там я быстренько отвечаю по-турецки, они такие, упс, я вообще, у меня это ребенок, я вообще тут замужем, еще как, блин, сейчас тебе, ты что, вообще, офигелывайся? Вот так надо разговаривать. Почему? Потому что женщин турецких надо добиваться, надо изгаляться, они очень долго держат на расстоянии, медленно сближаются, но это зависит от территории, где они живут, в маленьком городе или в провинции, в деревне где-то, или это Стамбул, в Стамбуле все, конечно, быстрее, проще, европейское, тут как бы очень большая разница, да, идет, но все равно, менталитет внутри, он все равно сидит, это не переделаешь, как говорится, пальцем не размажешь. И вот, когда им украдкой говорят, нет, турчанка говорит, нет, не надо, для него это выработано уже вот внутри, он с этим всю жизнь живет, с молоком матери, он так отец за матерью ухаживал, дай бог, если там у них нормально все семье было, да, в общем, он видит, что если женщина сопротивляется, это значит игра, надо поднажать, поднадавить, надо ее завоевать, добиться, чтобы она сказала да, у них очень, скажем так, когда вы говорите нет, для них это равно да, для них конкретное нет, если ты говоришь, слышь ты, блин, когда ты с наездом, с грубыми словами, не вот так вот улыбаясь, да нет, я занята, у меня муж и пятеро детей, и у меня муж и пятеро детей, ты не офигел ли, чувак, я тебе повод разве давала, ты хочешь во мне усомниться, что я тут флиртовала, кто тебе вообще позволил мне подкатывать, вот так надо, потому что если мы вот так, тогда, ой, это же сигнал, надо дальше давить, она хочет, видите, она такая улыбается, глазки отводит, флиртует, она ждет продолжения, но просто она не может сказать нет, ну, точнее, она не может сказать да, она говорит нет, неприлично, потому что говорить да сразу здесь в Турцию мужчинам, вот в чем секрет, и он знает, надо давить, надо брать нахрапом, надо, например, ломать, и он отстанет только, когда конкретно ему пошлют, и не обязательно, когда я говорю пошлют, это в прямом смысле как мат звучит, но можно так вообще, и для него это будет не сюрприз, вообще, что так можно, но, знаете, холодно, безэмоционально, где-то в плане грубо, то, знаете, всегда давите на то, что ты что, я дала повод усомниться, что я с тобой флиртую, например, я занята, я тебе глазки не строила, то есть на него всегда в ответе в таком на мужчину мы должны, ну, не прям давить, да, ну, давайте понять, ты как бы ошибся, чувак, на меня давить не надо, я серьезно тебе говорю нет, я в тебе не заинтересована, а вот эти вот все прижимочки с улыбочкой на вы культурно, типа да нет, не надо, это все, это говорит да для них, у них так женщины себя ведут, и к вам это тоже автоматически применять, потому что вы на этой территории, у него это воспитание, он к этому привык, он понятия не имеет, откуда вы, с Украины, с Белоруссии, из России вы, с Америки, из Германии, блин, из Польши, господи, из Испании, Италии, это тоже такие все есть, из Австралии есть, ему наплевать, как вас там учили дома, он живет так, как у него, как он привык, и он подстраиваться под ваш менталитет, и, конечно, не будет, даже не знает, как у вас там принято, чтобы он знал, это знаете, сколько он уже должен был перелопатить таких знакомств с иностранками, чтобы тупо заузубрить и выучить, а как должно быть. И когда был комментарий под одним видео, мне очень жаль, что у девушки так получилось, она сказала о том, что вот я была, но это не в Турции, кстати, было, если что, я как-то поняла, я однажды просто на улице парень подошел знакомиться, я просто отказала, а он мне по лицу зарядил, ну, как бы неадекват вообще. На такое везде, вообще на психбольных можно нарваться, мне очень жаль, что с вами такое произошло, но в Турции такого не будет. Если мы здесь конкретно говорим нет, мы всегда можем запозорить, заипить, вот на это давим, на стыд, а ты что, обо мне, маму, как подумать, я же говорю нет, не надо со мной знакомиться и так далее, вот такая позиция и повестка должна быть, тогда он поймет, вот это его язык понимания. Если мы с улыбкой по-доброму, мы мягко, нежно говорим нет, или для того, чтобы с ним, он отстал, я ему даю свой инстаграм или свой номер телефона, чтобы просто отстал. Это чисто турецкое вот это женское поведение, я как бы не хочу, ну, вот мой телефон, это прямое, я не могу при людях с тобой познакомиться, например, мне там стыдно, или кто-то что-то увидит, тайком и все прочее, вот тебе номер телефончика, вот тебе мой инстаграмчик. Это для него наоборот сигнал, я делаю все правильно, она довольна, она мне втихаря номер пихает. А вы это делаете, например, с посылом, я ему дала, чтобы только отстал, будет писать, типа, а я его заблокирую там где-то. Да вот тогда гнев на себя его вызовите, да, особенно если вы где-то у отеля какого-то знакомитесь или что-то с кем-то, кто знает, где вы живете, он как туристка, например, да, я вообще так не советую делать. Вас очень легко подкараулить, потом и вам предъявить, вот тогда на вас напасть реально, типа, что ты мне тут хвостом крутишь, семафоришь, он заблокировала, короче, и в таком роде все. В общем, наехать на вас можно и вас найти. Вот так лучше вообще не делайте. Мы четко с позицией, знаете, в чем проблема еще очень наших девочек? Вы сами не знаете, что вы хотите. Вы не знаете, нужны вам эти ухаживания или нет. Ну, будьте себе честны, я еду, например, познакомиться или я считаю, что это приемлемо. Окей, никакого спроса с вас нет. Ну, вы тогда с пацанами нормально общаетесь, не надо им там крутить, а потом типа обламывать их или еще что-то. Ну, тогда и знакомьтесь. Чего там такого? Ну, знакомьтесь, возьмите на это смелость. Или вам плохо, что об этом будут говорить, судачить, оценивать кто-то. А кто вас знает, блин, в отпуске? Да никто вас не знает. Домой приедет, ничего-то рассказывать не будет, никто ничего и не узнает. Никакие фотки никуда не постите, и все прекрасно у вас будет. Но просто очень часто, очень часто я за ним встречаюсь в историях, в комментариях под видео-то читаю. Начинается с того, что девушки сами не знают, чего они хотят. И потом они не знают, какую реакцию мужчине давать, и он как-то понимает их, неверно назовем так, истолковывает их какое-то поведение. И от этого бывают конфликты и проблемы. Сколько таких историй? Вот к этому, знаете, что приводит? Вот это тоже нередкая история. Заявление в полицию, попытка изнасилования или произошло изнасилование какими-то сотрудниками отеля или рядом кто работал, каких-то там магазинов у отеля и так далее. Вы поймите, никто не будет, идя просто по улице, на кого-то бросаться и пытаться изнасиловать. Я когда такое вижу, я прекрасно понимаю, что к этому привело. Никогда я не говорю, что жертва сама виновата. Я не про это. Были неправильно поняты сигналы, как она рефлексировала, какие сигналы посылала и как он это воспринимал. Ничто не оправдывает любое насилие или вред человеку или насилие над человеком против человека или человечности. Но вы понимаете, здесь сто процентов произошло некое недопонимание, которое вот апогей, вот этот криминал какой-то получается. Возможно, девушка ничего не планировала. Действительно отвечала, она отвечала слишком мягко. Я просто хочу сказать, что когда вы едете в другую страну, пожалуйста, вы просто поинтересуйтесь, как у них принято, как у них нужно себя вести, чтобы для своей безопасности не попасть в проблемы, чтобы вам не пришлось бежать в полицию, прятаться где-то или еще что-то там, ухажеры вас достают. Узнаете заранее, как можно себя вести, как нельзя, например, или как не можно себя вести. Ну, это не смешно, это реально очень серьезно. Вот это вот незнание, и когда вы делаете, ну, как у нас-то вот так же, у нас так принято, я что, знала, что он так среагирует? Блин, надо было поинтересоваться, если что. Не надо, как у вас дома делать. Здесь другая страна, другой менталитет, религия другая. Здесь вот очень много вот этих аспектов. Плюс чуваки в курортной зоне, непонятно откуда приехавшие, из нормальной семьи, на заработки приехал, или он там, ну, еще чем-то за ним. Ну, короче, это очень все накладывает отпечаток на личность человека, на что он способен. Это просто опасно, вот что я вам скажу. Так что не стесняйтесь четко говорить о своих желаниях здесь в Турку. Хочу, не хочу, да-да, нет-нет, им так проще. Если вы будете размыты, непонятно, витиеваты, вы поступаете как турчанки, ну, ждите, что от вас не отстанут тогда. Вот у нее это будет считываться с местной девушки, что продолжай в том же духе, все в порядке, но для вида, для общественности я тебе даю отказ, но на самом деле мы с тобой встретимся где-то вечерком, я тебе там номерок свой оставила. Вот так, тут такая реакция. Я вам сразу говорю, девочки, в первую очередь, когда вы едете во всякие курортные романы и вот эти все мачо вокруг обвиваются, вы для себя четко вот вся история закончится, вся проблема с ваших желаниями. Первое, мне нужны вот сейчас в жизни отношения в моем периоде мужчина нужен, да или нет? Если я не хочу отношений, хочу отношений, да? Второй вопрос себе задаю, если я хочу отношений, мне не нужны серьезные про свадьбу вся история или мне хочется просто потусить, там, не знаю, с кем-то повстречаться, ничего серьезного, без продолжения, там, свадьбы детей, типа, капитального такого. Окей, ответили на этот вопрос. И вот уже исходя из вот этих ответов, вы понимаете, если мне про отношения, про брак и вся история нужен мужчина, отвергайте тогда курортные вот эти романчики ваши, потому что там все сразу закладывается про несерьезное, а то, что из этого выгорит серьезное, брак и так далее, это удача, потому что изначальная закладка несерьезная. Да, есть люди, которые потом женятся, это исключение в основном из правил, это очень маленький процент, больше процент разбитых сердец, историй страшных, истории про слезы, про расставания и даже не про измены какие-то, просто мы поняли на расстоянии, что это очень тяжело, отношения и бла-бла-бла-бла-бла, или я долго ждала от него чего-то, так ни черта я не дождалась и так далее, понимаете, да? То есть ваше четкое понимание ваших желаний изначально, зачем вы едете, что вы едете делать и так далее, вот это приведет вас к хорошему результату. Иногда мне девочки попадаются на консультацию, которые мне говорят, вот я твой блог уже много лет смотрю, мне нравится, что ты говоришь, как ты говоришь, мне очень нравится твоя история, твоей жизни, я хотела бы, например, так, семью, детей, мужа, нормального, или как тебе удалось нормального турка найти и так далее. Я четко знала свои желания. И когда я с мужем знакомилась, я четко знала, что я к туркам, я один раз в Турции была до этого, мне не понравились вот эти всякие приставания, все прочее. Я четко знала, чего я хочу, какого к себе отношения. Мы с мужем в интернете познакомились, да? Затем я не рассматривала, и вообще получилось все, чего я не хотела и не планировала. И когда я с четкой этой позицией, муж начал с моим подружески общаться, он это послушал, он понял. Она знает, чего хочет. Она не вертихвостка какая-то, там что-то это, не просто прям такая вся серьезная. Нет, мы хохотали, мы были просто друзьями. Но я четко была уверена в своем каком-то выборе, в своих позициях, до сих пор какие-то жизненные свои приоритеты и так далее. И ему вот это понравилось. Я как человек, он понял, блин, он нормальный, адекватный, неинтересный, и вообще человек хороший, и взгляды у нас не похожи. Я тоже четко знаю, чего я хочу от жизни. И вот на этом мы сошлись. Надо четко знать, чего вы хотите, какого мужчину. Это все в ту копилочку. Вообще, формула счастливого человека. Это знать, чего я хочу. Вот счастливый человек четко знает, чего он хочет от жизни, и вообще планы какие-то и так далее. Иду к своим целям, и наслаждаюсь процессом, без боли, чтобы я достигал своих целей. Все, это я счастливый человек на самом деле. И в итоге, наш результат, я счастлив. Счастье заключается в проживании здесь и сейчас, наслаждаться процессом своей жизни, а не ждать, что когда-то это произойдет, потом, лучшие времена, и вся история, это еще что-то нездоровая история. Так, короче, кто-то смотрел до конца, хочу у вас спросить. И в нескольких видео, думаю, об этом спрошу, чтобы побольше информации собрать. Или опросник сделать, напишите тоже в комментариях, считайте, нет, на канале, надо ли сделать опросник в сообществе. Как вам после праздников новогодних, январских, типа, аля там с 15 числа, сделать марафон? Несколько тем у меня есть в голове. Первое, про просто общепсихологические, про самооценку, там, адаптацию и всякое такое. А второе, про отношения с турком. Но я не хочу, чтобы это было, аля там, там, я не знаю, как охмурить турка, вот эта история. Нет, не про это. На основе своего опыта, на основе психологии, просто рассказать, как можно выстроить здоровые отношения, какие могут быть подводные пути в отношениях с турком. Прям несколько сделаем, аля 4 лекции. Хочу это сделать в телеграме, в чате. Будем там и общаться. И прямые эфиры я хочу там сделать. 4 прямых эфира на эту тему. Кому надо, кто что законспектирует для себя. Посмотрим, если у вас будет количество такое нормальное людей, которые на это хотят подписаться, послушать такую информацию, будем уже решать, в общем, как после новогодних праздников вам такая история. Я бы, например, за январские праздники, я бы села, написала всю эту информацию, лекции бы эти сделала. Так что, жду ваших комментариев под видео. Спасибо всем за внимание. В инфобоксе моя почта. Если нужна консультация, просто напишите на почту консультация. Спасибо за внимание. Всем пока. Спасибо.